Во всяком случае, в этом направлении сейчас ведутся. И, чтобы было понятно, препараты, которые мы используем для лечения разного рода инфекционных заболеваний, скажем, СПИДа. Вот по этим направлениям... В том числе антибиотики. Да, конечно. В том числе антибиотики и в том числе препараты, которые сопровождают лечение отдельных социально значимых заболеваний. Но как бы основными при этом лечении не являются. Должна сказать, что мы намерены все-таки эту работу продолжить. Потому что по мере углубления в эту тему появляются новые предложения. И здесь важно обратить внимание на то, что пока мы сориентировались на этот критерий в качестве основного, но очень важно еще в рамках той программы, которая осуществляется сегодня в вашей комиссии, рассмотреть до конца те проекты, которые предложены разработчиками с точки зрения развития. И, возможно, мы выйдем на некоторые новые предложения по развитию инновационных препаратов, а не только импортозамещения. Это, как мне представляется, очень важно, потому что в сегодняшних условиях, к сожалению, мы пока отстаем. Это действительно очень важно. И мы дальше будем с вами работать в рамках комиссии над этой темой. И обязательно об этом и в послании тоже скажу. Но есть и текущие проблемы. Вот сейчас грипп распространяется, причем и новые штаммы гриппа, такие, которые не являются пока достаточно привычными. Как вы можете охарактеризовать ситуацию с эпидемией гриппа и ОРВИ в нашей стране? Что касается уровня заболеваемости, уровень заболеваемости традиционный, он, в общем, не отличается пока от уровня заболеваемости, который приходился на этот период времени в предыдущие годы. Единственное, что я бы хотела отметить, что пандемический вирус, он чуть более быстрыми темпами развивается, чем мы предполагали, и немножко сместился временной пик заболеваемости по отношению к тому, что было в традиционные годы. Раньше что, если это начинается? Должна сказать, что мы предпринимаем все возможные меры, в том числе и в рамках поручения, которые вы давали. И начиная, как уже неоднократно говорилось, с 9 числа у нас начнется вакцинация. На сегодняшний день наша промышленность отечественная готова к дальнейшему производству и поставке своих отечественных вакцин. Это три предприятия, которые у нас работают. Две площадки предприятия «Микроген» в Иркутске и в Уфе. Это предприятие «Петровакс» и институт сывороток Федерального медико-авиологического агентства в Санкт-Петербурге. Площадка в Иркутске производит живую вакцину, и все остальные производят инактивированную вакцину. Живую вакцину мы готовы уже поставлять, начиная с завтрашнего дня. Она более быстрыми темпами прошла клинические испытания. И, собственно, живой вакциной начнется вакцинация населения с 9-го числа. Это будут основные сферы жизнедеятельности, которые связаны с транспортом, связью работниками жилищно-коммунального хозяйства. Затем пойдут медицинские работники. И в конце ноября-начале декабря дети. Это будет уже инактивированная вакцина. В принципе, по состоянию на вчерашний вечер мы уже получили заявки от 14 субъектов Российской Федерации на поставку вакцины, на 774 тысячи доз уже. И будем начинать с тех субъектов Российской Федерации, где эпидемический порог не превышен, и которые, как правило, находятся на границе с теми субъектами, где эпидемический порог превышен, чтобы поставить некий заслон для прохода инфекции. Но поскольку мы только что говорили о лекарственных препаратах, я бы вот о чем хотела в этой части сказать. У нас, к сожалению, проявляются спекулятивные тенденции в продаже лекарственных препаратов и в продаже средств защиты. Я на этой неделе в понедельник собирала производителей лекарственных средств. Все наши производители лекарственных средств по тем препаратам, которые рекомендованы для лечения и профилактики гриппа, подтвердили, что отпускные цены не поднимались. И тот подъем цен, который на сегодняшний день происходит, он относится к товаропроводящей, как правило, дистрибьюторской сети. В совещании принимали участие в том числе крупные аптечные сети. Но я предупредила по поводу того, что игра на этом рынке, она может, в общем, плохо закончиться для его участников, поскольку спекулировать на здоровье человека нет ничего хуже. Но вы предупредили, значит, я в свою очередь сейчас тоже дам поручение и Федеральной антимонопольной службе за этими процессами следить как следует, и Генеральной прокуратуре. И в случае выявления вот такого злонамеренного характера действий, возбуждать уголовные дела, потому что дальше с этим церемониться нельзя. Действительно, наживаться на эпидемии – это прямое преступление, и за это необходимо наказывать. Привлекать, еще раз повторяю, такого рода руководителей организаций не к административной, а к уголовной ответственности. Для этого есть вся необходимая правовая база. Там наши соседи страдают сильно, я имею в виду украинцы, у них действительно эпидемия такая уже достаточно мощная. Они обращались за поддержкой. Можем им как-то помочь? Да, мы вчера в правительстве обсуждали эту тему, и принято решение. Для этого я сегодня вот тоже к вам пришла с соответствующим обращением. Мы сможем поставить на Украину на следующей неделе 200 тысяч упаковок орбидола. Это противовоспалительный препарат. В принципе, мы это согласовали. Иммуномодулирующий препарат, насколько я понимаю. Да, мы это согласовали с украинским руководством. И вот нам необходимо сейчас будет осуществить все организационные и технические моменты, для того, чтобы эта поставка была осуществлена на следующей неделе. Министерство по чрезвычайным ситуациям готово. Мы выпускаем соответствующее распоряжение правительства, и после этого будет соответствующая гуманитарная помощь. Кроме того, мы предложили помощь специалистами, если такая необходимость покажется целесообразной украинской стороне, и готовы, в принципе, выехать, и готовы в том числе брать на анализы сюда, в Российскую Федерацию, те штаммы, которые там есть. Ну, надо помочь нашим украинским товарищам справиться с эпидемией тоже очевидно абсолютно. Хорошо, спасибо. Продолжение следует...